Всем привет! С вами снова Дмитрий. И сегодня мы будем собирать руль направления от самолёта FlyX-11. А также хочу всем напомнить, что если у кого-то будут какие-то предложения по поводу того, как улучшить и усовершенствовать нашу инструкцию по сборке самолёта FlyX-11, пишите на адрес, указанный под видео. В самом начале мы с вами должны всё разложить аккуратно на столе, все компоненты руля направления и убедиться, что у нас всё хватает. А дальше мы готовим удобное для себя рабочее место и начинаем собирать. Для начала берём накладку, анкерную гайку и ставим её в соответствии с инструкцией на лонжерон, на клико. В собранном виде это всё выглядит вот таким образом. Теперь откладываем лонжерон и берём обшивку. И в соответствии с инструкцией уголки устанавливаем на обшивку. Установили уголки на обшивку. Дальше в соответствии с инструкцией берём лонжерон и устанавливаем его в обшивку. Установив лонжерон в обшивку, нам теперь необходимо с вами в соответствии с инструкцией поставить на клико переднюю кромку обшивки. Установив переднюю кромку обшивки на клико, переходим к сборке носовой нервюры. Таким образом выглядит носовая нервюра в сборе. После того, как мы её собрали, нам необходимо её установить на лонжерон. После того, как мы установили носовую нервюру на лонжерон, нам теперь на лонжерон нужно установить нижнюю обшивку. Установили нижнюю обшивку, переходим к установке верхней нервюры. Установив верхнюю нервюру, переходим с вами к установке нижней нервюры. После того, как мы установили с вами нижнюю нервюру, наша предварительная сборка на этом закончена. Дальше, в соответствии с инструкцией, нам надо рассверлить все отверстия в нужный диаметр, также, где отверстия не просверлены, их досверлить. После этого нам нужно с вами полностью разобрать конструкцию, зазинковать отверстия, шлифануть прилегающие поверхности для наложения грунта, соответственно, наложить сам грунт и полностью всю деталь обратно собрать. После сборки руля направления нам необходимо с вами проверить его накрутку. Каким образом это можно сделать? Выставляете руль направления в вертикальном положении. У вас двух торцов на верхней и нижней нервюрах есть по два отверстия. Ставите лазер таким образом, чтобы вертикальная линия проходила через два отверстия с этой стороны. Зафиксировали руль направления в таком положении. Потом вы берете лазер и переставляете его на обратную сторону. Переставив лазер на другую сторону, у вас вертикальная линия лазера должна проходить строго по двум этим точкам. Если деталь у вас не крученая, то все будет нормально. Если она чуть-чуть крученая, ее можно руками подправить, пока она не склепана. После заклепки такой возможности уже не будет. Мы с вами подготовили наш руль направления к заклепке. Полностью все обезжирили, загрунтовали, зазимковали и собрали через одно отверстие. Так что, если у вас все получилось и нет скрутки, можете смело начинать клепать. Мы заклепали с вами руль направления. Выглядит он таким образом. На этом окончательная сборка руля направления закончена. Увидимся в следующем видео.